здравствуйте мои дорогие ребята мы продолжаем серию ответов на ваши замечательные вопросы как всегда призываю вас отправляйте все интересующие вас темы в комментарии под этим видео либо любым другим видео которое вам понравилось сегодня у нас потрясающий вопрос от марка демина который спрашивает алексей было бы интересно если бы вы сняли видео на такую тему как отсутствие чувства голода уже месяц не хочу есть физически но ментально зависим и ем по привычке и очень часто переедаю так как вообще не чувствую изменений в состоянии не анорексия замечает марка может у меня повредила связь между мозгом и телом не знаю что делать спасибо маркетов вам спасибо потрясающе прекрасный замечательный вопрос поехали разбираться друзья мои и как всегда перед началом ответа я призываю вас отправляйте ваши заявки на участие в пг марафон уже 22 июля стартует ближайший и мы будем проходить потрясающую программу не медлите потому что количество мест ограничено что такое пг марафон под моим видением вы сможете узнать посмотрев видео перейдя по ссылке здесь как отправить замечательную заявку для участия вы сможете узнать раскликнув описание этого видео а я полетел отвечать на вопрос марка вперед марк дорогой мой прекрасный вопрос абсолютно потрясающий я вас поздравляю потому что вы не имеете одной огромной проблемой это лептина резистентность о нем у меня есть видео обязательно смотрите его по переходу по ссылочке это критически важное состояние при котором ваши жировые депо выделяют такой гормон вторичный как лептин и единственная одна единственная функция этого замечательного гормона лептина это отдать команду вашему мозгу о том что нам нужно подвязывать аппетит потому что у нас достаточное количество жировых запасов нам есть что использовать в энергию не нужно кушать это именно то чем должен заниматься лептин и люди у которых лептина резистентность они к сожалению чувствуют голод и при этом имеют лишний вес я марк еще раз хочу вам сказать огромное спасибо за этот прекрасный вопрос и еще раз сказать вам что вы красавчик потому что ваш лептин в полном порядке вы огромный молодец теперь мы приходим к другому вопросу почему вы не чувствуете голод но при этом едите на автомате да потому что это очень простая привычка на автоматическом абсолютно беспилотном режиме вы думаете что нужно поесть и это абсолютно нормально вы здоровый взрослый человек который привык кушать для того чтобы жить и тогда когда ваш организм говорит ну мне ну мне не надо все нормально все окей вы продолжаете кушать потому что это автоматическая функция приема пищи чтобы не умереть очень просто и естественно когда мы практикуем пг еще и желудок его объемы уменьшаются поэтому количество пищи которые мы съедаем принципе драматически меньше ваша ситуация марк очень просто и для меня абсолютно позитивно вы не чувствуете голод потому что нет лептин на резистентности ваш организм использует жир в энергию потому что жировых запасов достаточно вы кушаете потому что это автоматическая привычка с которой можно бороться запросто одно потрясающее решение есть и вашей проблемы это движение марк двигайтесь постоянно старайтесь не останавливаться на месте потому что как только вы тормозите садитесь на диван включайте телевизор берете лэптоп берете что угодно и перестаете двигаться заниматься физически действовать вы автоматически начинаете есть потому что как только у нас выдается свободная минутка сразу организм думает так а чем бы нам заняться надо бы пожирать и вот эта стандартная форма нашей самой распространенной ошибки ребят которые включают любую нету неважно пг это или нет они останавливаются ни в коем случае нельзя становится нужно постоянно двигаться ходить у вас есть обязательные 10 12 15 тысяч шагов у вас есть ваши тренировки у вас однозначно есть какие-то дела по дому пожалуйста двигайтесь и старайтесь ваш прием пищи сдвигать как можно позже он должен быть по принципу палеодиеты насыщены хорошими полезными жирами об этом я говорю очень много как составить свою диету вы можете посмотреть вот в этом например видео и обязательно всегда оставляйте ваш прием пищи как можно на более поздний период дня потому что если вам просто будет нечем заняться и вы начнете кушать и раньше в 12 часов дня в час дня в 4 часов дня вы соответственно еще и поедите в 6 и 8 и в 10 и это кстати одни из самых распространенных ошибок о которых я говорил вот в этом видео топ 10 ошибок на пг и диете это слишком длинное окно приема пищи подводим черту марк вы молодец потому что вы побороли лептинорезистентность вы должны двигаться постоянно быть в состоянии активного движения вы не должны садиться потому что остановка означает еду нам нужно постоянно находиться в состоянии движения потому что организм знает если мы выполняем физическую функцию чувство голода автоматическое даже на подсознании когда вы просто идете едите без фактического чувства голода но факт употребления пищи потому что мы состоянии покоя находимся это нужно разграничивать и понимать что функция не двигаемся едим запускается у мозга вот так и вы не контролируете этот сигнал поэтому то что вы можете контролировать это движение ходим работаем и действуем по следующему плану огромное вам спасибо марк за прекрасный вопрос ребята обязательно призываю вас подписаться на этот канал нажимайте кнопочку здесь рядом здесь звоночек не забывайте обязательно ставить лайки потому что это очень важно ребята я жду ваши вопросы в комментариях под этим видео а мы тем временем продолжаем двигаться только вперед